Как ваши будни сейчас выглядят? Как мои будни выглядят? У меня в день разные виды активностей. Есть заседания Верховной Рады, таких у нас было три дня. Есть дни, когда заседания комитета Верховной Рады. Они в основном проходят онлайн, хотя был и физически. Также есть комитеты парламентской ассамблеи света Европы. Например, буквально вот когда это было вчера, по-моему, было у нас заседание комитета, заседание ПАСЭ. Было тоже у нас один раз конференция международная. Вчера было заседание, вчера была конференция Калиновского в Вильнюсе. Я на ней выступал. Есть, например, у меня зумы с американскими конгрессменами. Был один зум, на котором со мной общалось 55 конгрессменов, включилось. Я им рассказывал ситуации в Украине с представителями других парламентов. Это что такое международная и депутатская деятельность. Кроме того, у меня есть включение интервью, включение, эфиры. Очень широкая география от Австралии, Индии до США, Швеции. На личную жизнь остается вообще какое-то время? Нет никакой личной жизни. Судя по телеграмму вашему вы вообще не спите? Ну, я его делаю не один. То есть, у меня есть пара человек, которые мне помогают. Поэтому, конечно, мы все-таки спим, но там у нас есть дежурство. Вот. Но, конечно, нет вообще ни на что времени. Ну, честно говоря, первые дни спать-то не хотелось. Но сейчас уже, конечно, спать хочется иногда. Это что касается вот этой части. И еще у меня есть, я вхожу в сектор обороны Киева. У меня есть там мои дежурства, в которых я там принимаю участие. Кроме того, там миссии бываются, какие-то задачи. Например, мы там помогали в эвакуации из-под Киева. Несколько у нас таких было миссий. Вот как бы такие будни еще. У меня там за это время я один раз выехал из Киева, там на несколько дней. Я ездил на юг, но в Одессу. Это мой родной город. И мой избирательный округ в Одесской области. Я был в Одессе на своем округе. Ездил в Николаев. Был на линии фронта под Херсоном. Вот. Ну, и да, как вы правильно заметили, веду активно свои соцсети. Я везде стараюсь там информировать людей о происходящем и занимаюсь этим. Ну, вот так. Недавно Арестович в интервью, по-моему, Гордону, если ничего не путаю, сказал, что если переговоры будут проходить успешно, война закончится через две недели. Если не успешно, через месяц. Вы к какой дате склоняетесь, если у вас третий вариант какой-нибудь имеется? Честно говоря, я, во-первых, думаю, что никто не знает, когда закончится война. Я даже не уверен, что Путин это знает. Ну, вот единственный, кто, наверное, мог бы более точно сказать, это Путин. Другой вряд ли кто-то это знает. В ее быстрое окончание, к сожалению, я не верю. В результативность переговоров, которые сейчас ведутся, я, честно говоря, тоже не верю. А если на переговорах Россия попросит признать Крым и ЛДНР в областях, Украина пойдет на такое? Нет, никогда. Ни одна украинская власть на это не пойдет, потому что украинский народ не примет никогда такое. Поэтому любая власть, которая... Во-первых, я думаю, что действующая украинская власть это не примет. Во-вторых, Аня даже, собственно говоря, не может это сама решить. Это фундаментальные изменения Конституции и прочие, то есть, которые не наберут соответствующее количество голосов, но даже и до этого всего не дойдет. Только любая украинская власть объявит подобные намерения, она очень быстро перестанет быть властью. А референдум, о котором говорят сейчас, он не как раз это подразумевает, что... Честно говоря, сложно понять, что имел в виду Зеленский, выступая, и последнее выступление при референдуме. Я не совсем это понял. Думаю, что многие люди не совсем это поняли. У нас, смотрите, во-первых, референдуму... У нас есть прямой запрет. Во время военного положения запрещено проводить референдумы, по понятным причинам, и запрещено менять Конституцию. Поэтому вообще непонятно даже, о чем теоретически идет речь. Если представить себе, что... Ну, то есть, какой порядок действий, я не могу понять. Если какое-то решение, которое я должен утвердить референдум, и оно предразумевает под собой изменение Конституции, то для начала должно произойти прекращение огня, после которого мы выйдем из военного положения. И тогда вот эти действия теоретически могут состояться. Но я плохо понимаю, честно говоря, как это произойдет. Если мы говорим о НАТО, сейчас популярная тема о том, что Украина должна отказаться отступление в НАТО, и якобы это там чему-то поможет, то я считаю, что споры вокруг этой темы все бессмысленны, потому что Путина не удовлетворит это. Вот то, что вы сказали, да, признание Крыма, Донбасса, то есть такая, это называется тактика с салями. Резать Украину по кускам. Вот сейчас добиться Крыма и Донбасса, потом через год он начнет тогда следующую войну, будет атаковать Харьков, Херсон, Одессу, я не знаю, что у него там дальше. И так пока Украиной не станет. Поэтому эта тактика всем понятна. Мы никогда в жизни на нее не пойдем. А если говорить именно только о смене, что вот это, изменить, брать строчку в Конституции нашей, о том, что мы стремимся в НАТО, потому что мы не член НАТО, и даже у нас нет плана на действие по членству в НАТО. А если говорить об убрать эту строчку в Конституции, то это настолько фейковая история. То есть Путин начал войну против Украины в 2014 году. В это время этой строчки в Конституции не было. Она появилась в 2019 году. И даже закона не было. То есть вообще Украина в НАТО не стремилась тогда. Официальная была позиция, что Украина нейтральная страна и никуда не идет. И это совсем никак не остановило Путина, чтобы начать войну с нами. Сегодня мы не член НАТО, и он все равно эту войну продолжает. А перед этим он провел войну с Грузией, которая тоже не член НАТО. Поэтому никакой связи между членством в НАТО и нечленством в НАТО нет. К сожалению, я вам скажу, я не хочу пугать кого-то, но я скажу, и Латвию, если сейчас Путина не остановить, не спасет то, что Латвия член НАТО от путинской атаки. Он готов атаковать член НАТО, не член НАТО. Принципиального значения не имеет, и вообще не это его волнует. Когда он рассказывал о том, что в случае вступления Украины в НАТО расстояние от границы НАТО до Москвы станет 500 километров, это какие-то минуты там высчитывал, за сколько долетит ракета, так расстояние от Москвы до границы с Латвией 600 километров. И что? Поэтому это все фейковая история. Путин хочет восстановить Советский Союз. Украина в этом смысле самое сильное государство. Они говорят прямо на своих пропагандистских каналах, что вот мы следующие, я не знаю, видели в этом вчерашнее, по-моему, что вот она следующая будет Литва, Латвия, Эстония, потом Польша. И они прямо говорят, что с этими нам будет попроще, чем с Украиной. Но это правда. То есть украинская армия сильнее вместе взятых. И они поэтому и атаковали Украину. То есть если падет Украина, то дальше все остальные падут намного проще. Вот, собственно говоря, их логика. То есть не стоит нам здесь рассчитывать на помощь НАТО, да? Честно говоря, нет. Ну как не стоит? Я, знаете, такой сижу и говорю вам, что вот НАТО там говорит президент Байден, будем защищать каждый дюйм. Мы тоже у нас были гарантии безопасности по Будапешту. Это, конечно, не пятая статья устава НАТО. Но это тоже достаточно серьезный был вроде как документ. Мы ядерное оружие отдали. А вот представьте себе, вот сейчас Путин, сколько его времени уйдет на оккупацию Латвии? Не дай бог. Ну вот недолго, я боюсь, что. И вот он это осуществит, эту оккупацию, а дальше скажет, я никуда не уйду или бахну ядерной бомбой. Вот как отреагирует НАТО? Не знаю, мне сложно ответить. И я не знаю. А пока я вижу, что они панически боятся. Вот любое вот это упоминание о ядерном оружии, вообще об оружии массового поражения. И скажет, вот все, я больше дальше не пойду, но вот уже откуда я пришел, я не уйду. А если нет, ну тогда ядерная война. А угроза ядерной войны, это не блеск? Я не уверен, что НАТО выполнит пятую статью в отношении Латвии. Я не знаю. Я говорю, я не уверен. Я не говорю, что не выполнит. Это не мое решение. Но я говорю, что я не узнаю. Я не уверен в этом. Угроза ядерной войны блеф это или нет? Я вам хочу напомнить, сколько людей, в том числе в Украине, я признаюсь вам, я считал, что угроза Путина войной в Украине, вот такой войной широкомасштабной, это блеф. Я так считал до 22 февраля этого года. 22 февраля, когда я послушал выступление Путина про так называемые Донецко-Луганск по Народной Республике, я понял, что он полностью идиот, что он сумасшедший, что он, в принципе, может делать все, что угодно. И, в принципе, война может быть, но вернее, даже было понятно, что война неизбежна, исходя из его выступления. Это выступление заканчивается войной. Такое выступление. Но, правда, и тогда я считал, что война будет в пределах Донбасса. Я не думал, что будут бомбить города, там, Харьков, Киев и так далее. Вот тот ужас, который происходит, я не думал, что это возможно. Оказалось, все возможно. Поэтому, когда вы говорите, а это не блеф, а может, это не блеф. У Путина есть бункер где-то там на Урале, глубиной в 100 метров, спустится в него, доживет свою жизнь при любом результате ядерной войны. Мы же не знаем, что у этого человека в голове. Вот мы вообще, ну, то есть, понятно, что там все очень плохо. А насколько плохо, мы с вами не знаем. Вот скажите мне, в 45-м году Гитлер бы выпустил из своего бункера в Берлине ядерные ракеты, если бы они у него были. Но если бы он единолично принимал это, я не знаю, насколько Путин один будет это принимать решение. Вот и я этого не знаю. И есть надежда, во-первых, на то, что у него там есть какие-то люди вокруг, которые, может, в этот момент его уже, наконец, придушат в этом бункере. Ну, вот Гитлер бы отдал такой приказ? Я думаю, что отдал бы. Ну, и учитывая, если бы он там окончал жизнь самоубийством, а Геббельс перед этим убил своих детей всех, 8 детей. То есть, он преступник, он, ну, я не обсуждаю это, но он убил своих 8 детей, собственноручно, вместе с женой. Люди, которые способны на это, они способны были бы выпустить ядерные ракеты по миру? Я думаю, да. Ну, просто детям окружение Путина, мне кажется, очень комфортно жилось в Европах. Наверное, будет жалко их. Ну, а я вам, я думаю, что детям Геббельса очень комфортно жилось в Берлине до определенного момента. Я видел фотографии, очаровательные дети. Давайте о сегодняшних днях. Как вы относились к Зеленскому в январе, и как вы относитесь к нему сегодня, в конце марта? Я скажу вам, в январе к президенту Зеленскому я относился отрицательно. В конце марта к верховному главнокомандующему Зеленскому не имеет вообще значения, как я отношусь, а я его поддерживаю во всем и буду поддерживать. Ну, конечно, и кроме, если только я не увижу предательства с его стороны. Потому что президент это одно, здесь есть место политики. Политически я его оппонент. Закончится война, я снова стану его оппонентом. А во время войны он верховный главнокомандующий. И все, он один. Это уже все остальное не имеет значения. Пока он не предал страну, а он не предает страну. Ну, я не вижу этого на эту минуту. То я буду полностью поддерживать его от начала до конца, исполнять его решения все. В стране во время войны должно быть едином начале. Так сложилось, что президент ООН, значит, он верховный главнокомандующий. Вы ожидали, что он станет лидером украинского народа? Или думали, что он эвакуируется в первую неделю? Не, я не думал, что он эвакуируется. Я как раз, что я ему отдавал должное всегда, это мне казалось, что у него есть такая, как, извините, слово такое пацанское. Вот, что он не испугается. Я в этом, честно говоря, я не сомневался, что он не испугается, и бежать он никуда не будет. Вот, поэтому с этой точки зрения я не удивлен. У него еще есть одна положительная черта, как у верховного главнокомандующего. Он не лезет к военным. То есть военные решения принимают военные. Он вообще в этом ничего не понимает. Он сам это понимает и признает. И он им не мешает. Это, кстати, очень большое качество. У меня первое образование медицинское. И первая заповедь, но, ноцера, не навреди врача. Вот он ее исполняет. Он не вредит им, не мешает. Это важно. Поэтому в этом как раз я не сомневался. Там много других вопросов. Как Украина готовилась к этой войне? Там еще пару недель до войны Зеленский выступал и говорил, что все будет хорошо. Готовимся к шашлыкам майским. У нас это стало таким даже мемом. И там, в общем, все нормально, ничего не будет и так далее. И даже не важно, что говорилось, а важно, что там делалось. Но сейчас это не имеет никакого значения. Вот уже все. Вот сейчас это не имеет никакого ровным счета значения. Сейчас он верховный главнокомандующий. Мы будем его поддерживать во всем, что он делает. Где можем подсказывать и помогать. А закончится война, будем со всем разбираться. Про ваш телеграм хотел спросить. Я на него подписался где-то 25 числа, наверное. И вам не кажется иногда, что вы там перебарщиваете и начинаете разжигать межнациональную рознь, откровенно? Мне вот как русскоязычному в Латвии иногда так кажется просто. Я тоже русскоязычный, я из Одессы. Ну, я украинский как второй, для меня родной, но первый мой родной язык русский. Я думаю, что вам так может казаться, потому что вы в Риге. Я не желаю абсолютно. Я был в Риге. Это прекрасный, красивейший город. Я очень люблю модерн. Рига один из красивейших городов с модерном. Юген стиль. Очень красивый. Вообще Рига сумасшедший красивый город. Мне очень нравится. И Латвия. Я благодарен Латвии, латышам за всю поддержку, которая оказывается в Украине. И Балтийские страны, Литва, Латвия, Эстония, такие в авангарде прямо. И я за это очень-очень благодарен, как миллионы украинцев. Но я хочу вам сказать, что когда ты чуть-чуть на расстоянии, то ты воспринимаешь это по-другому. А когда тебе каждый день, каждый день звонят люди, которые не могут найти свою маму в Мариуполе, не могут найти своего мужа в Николаеве, в казарме, в которой прилетела российская ракета. Первые жертвы этой войны, так случилось, произошли на моем округе избирательном, в Одесской области. Туда прилетела ракета в часть ПВО. И там погибло 22 человека, 11 мужчин и 11 женщин. Я некоторых из них знал лично. Поэтому все смотрится абсолютно иначе. И ярость. Миллионы украинцев обуревает ярость. Это просто нужно понимать. Просто то, что Соловьев или Михалков, они сумасшедшие, это всем и так известно. А то, что есть люди, которые, несмотря ни на что, помогают, выходят на улицы с плакатами, помогают гуманитарной помощи. В той же России есть такие люди, которые сидят за свои убеждения. У меня их много на моем. У меня 522 тысячи подписчиков на Ютьюбе. Среди них, я думаю, что приличная часть, вот прям десятки тысяч россиян. Я не знаю сколько, но десятки тысяч. И я всегда говорю, что для меня что изменилось? Для меня больше неприемлема позиция молчания. То есть, если ты молчишь, значит, ты соучастник. До войны было не так. Сейчас для меня нет этой позиции. Сегодня, если ты говоришь России, что ты вне политики, не обязательно себе на лбу зет царапать. Но если ты говоришь, что ты вне политики, ты соучастник этих преступлений, ты соучастник нацистов. Вот все, что я убийств наших детей и женщин и уничтожение Украины. Поэтому вот что изменилось. А если ты выходишь на протесты, если ты говоришь, выступаешь, то тебе вопросов нет. Я это все время говорю. Поэтому вы зря. Здесь это у меня моя четкая позиция абсолютно. К тем людям, которые заняли понятную четкую позицию, я отношусь нормально абсолютно. Но нужно понимать, что гражданам России, россиянам, нужно понимать, что они сейчас такие же, как немцы в 40-х годах во время Второй мировой войны и сразу после нее. То есть, это уже коллективная ответственность. Уже неважно. То есть, слово «немец» стало ругательным. Слово «Германия» стало ругательным. И даже те немцы, которые были в концлагерях, куда их кинул Гитлер за то, что они были против него, они тоже попали под это в какой-то мере. То есть, им надо было объяснить, что они не такие. А вообще, вот так вот сходу немец – преступник. Сейчас то же самое произошло с Россией. И это так вот случилось. И в этом есть их вина. Это их президент. Они много лет молчали. Они его допускали. Они его терпели. Они сейчас миллионы его поддерживают. Тебе клеят букву «З» туалетной бумагой на спину скотчем. Выстраивают детей онкобольных буквой «З» в больницах и фотографируют их. Ну вот, как бы, это уже коллективная ответственность. Это общество больно. Отношение в мире не только к России плохое, или к тем, кто поддерживает Путина, а к слову русский. И когда-нибудь, не знаю, я с украинцем буду ехать в Барселоне в автобусе, разговаривать по-русски, и нас могут побить за это испанцы. Вот такое вы не думаете, что может случиться? Ну, во-первых, я думаю, что испанцы не знают, честно говоря, что может случиться. Думаю, что не может. Я знаю примеры у людей, которые живут, вы сказали слово «Испания», живут в Испании, и русскоязычные. И там прямо в школе. У них дети. Дети ходят в школу обычно. Но в школе их попросили детей рассказать свое мнение об этом. И они высказали и сказали, что мы против, мы считаем, что это преступление, то, что происходит. Мы против войны. Ну и все, на этом все разговоры закончились. К ним никто не имеет никаких претензий, их никто не булит, никто ничего не делает. Но они четко заняли позицию. То есть просто сказать, я русский, я не интересуюсь политикой, это уже все, это никому не интересно. Это уже не проходит. А я русский, я против? Да, окей. Ну все, тогда понятно. Твоя позиция понятна. Ну, я не знаю, тут еще раз, мир ужаснулся. И мир видит то, что происходит. И миру очень сложно сидеть, отличать. Вы русский, который такой русский, вы русский, который такой русский. У нас многие русские, у нас в Украине много этнических русских. Они воюют сейчас с другими этническими русскими за Украину. Вот я и спрашивал про ваших русских, которые могут пострадать в Европе от этого. Да, но смотрите, сейчас это уже разделилось. То есть они не русские. То, что они этнические русские, там по своему происхождению, сейчас уже не имеет значения. Они себя уже так никогда не назовут в Украине. Они уже себя будут называть... Есть политическая нация украинская, они к ней относятся. Поверьте мне, много людей было до 24 февраля, у моих близких, знакомых, там и их знакомые были, которые говорили, вот все, вот, ну нет, ну Путин, ну в общем, там они говорили, ну да, ну нет, ну в общем, такая была позиция, какая-то нечеткая, непонятная. И вообще очень симпатизировали дальше России, Путину, из-за личных каких-то вещей, из-за еще чего-то. Таких людей сейчас не осталось. Их просто нет. Потому что, ну, когда по тебе стреляют градами, убивают массово, ну все, какие здесь вопросы остались? Никаких. И, к сожалению, российское общество это всем участвует. И мы видим эти цифры, что 70% поддерживает. И мы видим цифры, что 50% готовы напасть на Польшу, а еще 50% на Литву, Латвию, Эстонию. И так далее. Ну, слушайте, ну это... Это уже что-то такое, что России предстоит депутинизация и деноцификация. То есть то, что Путин любит говорить, вот на самом деле деноцификация будет нужна. Но России... А вы верите в эти цифры, которые привозятся? А чего мне не верить? Такая, ну, а чего мне... А вы посмотрите опросы, абсолютно там, радио Свободы, я видел опросы в каких-то городах российских. Они ходят, прохожих спрашивают, и все говорят, ну, из-за Путина. Ну, из-за Путина. А что там, ну, нацистам даем там прикурить. Да я верю в это. Да посмотрите, я смотрел интервью вот буквально несколько часов назад дочери Машкова. Она говорит, мой отец, ну, там, известный очень артист, она, он искренний, и мать, она говорит, и моя бабушка, которая меня воспитала, мама моей мамы. То же самое считает. То есть, так это все вам скажут. Так у нас сколько людей, которые все, сейчас прекратили общаться со своими родными, близкими. Когда они говорят, в нас стреляют, они говорят, нет-нет, мы вас защищаем от нацистов. Они говорят, где, какие нацисты? Нет-нет-нет, это мы все делаем, добро несем. Так это массово, это миллионы. Я верю в эти цифры. В 70% верю. А у Гитлера, что иначе было? Какой процент до конца поддерживал Гитлера немцев? Да я думаю, что не меньше. А вроде бы образованная нация, культура, философия, все, что хочешь. А как машина пропаганды, комплексы имперские и все остальное, насколько смогли превратить их в чудовища. И они десятилетиями из этого выходили, до сих пор выходят из этого. Давайте четко, чтобы зафиксировать, у вас нет отторжения ко всему русскому. Я с вами на русском языке говорю. Но это инструмент, на котором мы можем объясняться друг с другом. Нет, это не инструмент, это мой первый язык. Я знаю стихов русских поэтов больше, чем Путин знает. В этом у меня нет никаких сомнений вообще абсолютно. У меня нет отторжения ни к одной национальности, просто потому, что это такая национальность. Но у меня есть отторжение к российскому обществу как таковому, которое это все сделало возможным и которое поддерживает этот ужас. И если человек хочет от этого снять с себя эту ответственность, он должен выйти и об этом сказать громко, вслух, четко и ясно свою позицию. И тогда он из-под этой ответственности выходит. Если он молчит, то он несет такую же ответственность, как и те, кто убивают, и сам он несет ответственность за эти убийства. Все, а национальности у меня нет, ни к одной национальности на планете. есть русские, которые живут наверное в Аргентине, вообще слыхом не слышали, Путина не видели никогда и вообще ужасаются этой войне. Чего ради у меня будут к ним вопросы? А есть люди, которые вообще не русские, как у нас буряты, которых он сюда присылает, я не знаю кто, чеченцы, ну, кадыровцы, потому что настоящие чеченцы просят их не называть, этих уродов чеченцами, но они же этнические чеченцы, или еще какая-то там, я не знаю, якуты, которых Путин бросает нас убивать. Они такую же несут ответственность, хотя они к русскому этносу вообще никакого отношения не имеют. Поэтому я говорю о российском обществе. Российское общество больно, опасно для мира, опасно для самих себя, ну, для самих себя это их дело, хоть самоубийство пусть совершают, но они опасны для всего мира и в первую очередь для моей страны. Так сложилось. Поэтому к российскому обществу у меня есть отторжение, неприятие, в целом, вот как к обществу. Но, конечно, каждый человек может занять свою индивидуальную позицию и выйти из-под этого. Но для этого это нужно сказать. Что бы вы делали, будь вы гражданином России, в Москве сегодня? Я был бы на улицах, я протестовал бы против войны. Но это продлилось бы две минуты. Ну, хорошо, значит, я бы выходил бы и снова выходил на две минуты. Второй вариант, я бы после первых двух минут, после первой отсидки, там, 15 суток, или еще штрафа, или еще чего-то, или если бы меня побили там, то я бы, наверное, выехал из России. То есть, все, но я жить, как бы молча жить в стране, которая это творит, я бы не смог. Если бы мой протест ничего бы не давал, то я бы уехал из этой страны, ну, имея такую возможность. Бывают разные обстоятельства, там, не знаю, парализованная мать, не дай бог, почему что-то, и я там не могу покинуть страну. Ну, тогда я бы все равно об этом писал, там, в соцсетях, заявлял свою позицию до конца. Ну, как бы, вот так вот действовал. Тогда я должен был бы от этого общества, я должен от него сепарироваться, отделиться от того, что он отборит. Вроде как, в Риге в этом году не будет проходить празднование Дня Победы. Во-первых, как вы относитесь к этому дню? А во-вторых, правильное ли решение, на ваш взгляд, мэр столицы принимает? Значит, смотрите, я еще должен буду внутри самого себя. Знаете, это все происходит сейчас, это все режет по-живому. Поэтому, как я отношусь? Я считал, раньше я считал, что в Украине там есть два дня, День Памяти и Примирения, 8 мая, День Победы, 9 мая. В Украине же никто не отменял государственный праздник 9 мая. Он есть, государственный выходной, и его никто не трогал и не отменял. И для меня это было праздником, потому что мой дед, мой прадед воевали, сражались с нацизмом, у меня к ним нет никаких вопросов, и это был настоящий нацизм. К сожалению, до 2014 года это вообще для меня был один из очень больших таких важных праздников в моей жизни. После 2014 года вот все это российское победобесие начало меня раздражать. Меня раздражает это хождение в бессмертный полк, вот это... Но я считаю, что это какой-то интимный праздник. У тебя твои родственники, родные, сходи на кладбище или дома вспомни, расскажи детям, внукам, я не знаю. Ну, то есть, какая-то такая история. И я не хочу... То есть, уже начиная с 2014 года, я не хотел его праздновать как так, как его празднует Путин. И как Путин это во что это превращает в России. Что видно было, что это все превращается в какой-то новый нацизм. Вот уже тогда было видно. Я, честно говоря, не знал, как далеко этот зайдет, но, как казалось, зашло очень далеко. Теперь, конечно, мне... Там, знаете, это как символ Георгиевская ленточка. То есть, Георгиевская ленточка до 2014 года, она для меня была, ну, символ, вот один из там... Он... Там исторически есть вопросы, насколько он имеет отношение ко Второй мировой войне. Ну, но мне этот символ был даже симпатичен, мне вопросов к нему не было. Но после того, как под Георгиевской ленточкой, надев Георгиевскую ленточку, начали убивать моих соотечественников, то, конечно, для меня этот символ стал неприемлемым. Это как свастика. Она же до нацистов была абсолютно нормальным символом. Но потом нацисты начали ее использовать, и ни один нормальный человек с тех пор ее использовать не будет. Похожая история происходит сейчас в Днем Победы. Мне, наверное, будет уже это... Любое вот празднование, так как это празднуют в Москве, любой день, вот один день с ними, мне это, наверное, будет противно. Вот мне так сейчас кажется. И поэтому я, наверное, найду свой какой-то день, когда я буду вспоминать своего деда, своего прадеда, причем мой дед украинец, а мой прадед это отец моей бабушки, он русский, и воевал, его призывали на Дальнем Востоте. поэтому я буду праздновать это как-то отдельно. Вот я думаю так. Я, возможно, на 8 мая вместе со всем миром, как мир, боюсь, что уже я не смогу относиться к этому. После того, как они под красной звездой, опять георгиевскими ленточками, и вот это все можем повторить, думаю, что для меня это уже будет неприемлемо. Что касается Риги и решения вашего мэра, я не комментирую решения вашего мэра. Вашему мэру виднее, как решать, и вам, как жителям Риги, виднее, как к этому относиться. Но, к сожалению, Путин использует вот 9 мая всю эту историю и победу над нацизмом, он это использует сегодня для нынешнего нацизма, понимаете? То история, а сейчас нацизм происходит. Они просто стирают с лица земли и Мариуполь, бомбят роддома, бомбят школы, убивают женщин с нерожденными детьми. Это просто, ну, настолько ужасно. Они устраивают концлагеря. Сегодня из Мариуполя людей вывозят через фильтрационные лагеря, раздевают, ищут на полке какие-то, значит, символы украинские, три зуба или еще что-то. И, ну, то есть полностью нацизм. А бомбят Одессу, мой родной город. Последний раз Одессу бомбили 80 лет назад нацисты. И теперь российские нацисты бомбят Одессу. Поэтому, учитывая, как он это использует, во что он это превратил, думаю, наверное, что для меня 9 мая закончилась. Вам за этот месяц было хоть раз по-настоящему страшно? Да, было. На второй, ну, наверное, вы знаете, в первый день был какой-то шок утром, когда я понял, что война, меня разбудила звонком жена, потому что я в Киеве был, я так встретил эту войну в Киеве, и с тех пор я в основном почти все время в Киеве, что вот бомбят. Я понял, что все началось, и потом мы пошли в Верховную Раду голосовать за военное положение. Но, вы знаете, страшно не было. Был один момент, когда стало страшно, это когда, был момент, когда сказали, что в Киев ворвались российские танки. Это было 25 число. И они действительно заехали в Киев, там было два момента. Есть знаменитое уже видео, как они переезжают машину, ВАЗ-2170, то там несчастный. Я, кстати, нашел этого человека, его уже выписали из больницы. Он жив, слава богу. Но там, как он чудом остался жив, его врачи спасли. И еще там были танки на проспект Победы в Киеве заезжали, кстати, на проспект Победы. Вот в этот момент, а я в этот момент уже вступил в территориальную оборону Киева и присоединился к ней. И у меня уже, я был, то есть я с оружием в руках, и мы готовились как бы вступить в бой, защищать там центры города, парламент и так далее. Да, мне было страшно в этот момент. Я не военный человек. Это, мне было страшно. Я понял, что я, наверное, могу уже больше никогда не увидит своих детей. И было страшно. Ну, так, ну, как бы, ну, что делать? В принципе, с тех пор мне больше страшно не было. Мы с друзьями в 2020 или 2021 году, уже не помню, уже все смешалось, купили билеты в Киев, как туристы, но пандемия коронавируса смешалась, все рейсы отменили. Вторую попытку мы полгода назад повторили и купили билеты на 25 февраля этого года. И, как вы понимаете, нам тоже не повезло, и мы никуда не полетели. Как вы думаете, когда у нас получится... Может быть, вам повезло, вы могли полить, все могло начаться 26-го. Поэтому, ну, всегда нужно искать хорошее во всем, я всегда стремлюсь так жить. Поэтому, может быть, вам повезло. Да, извините, я вас перебью. Как вы думаете, я понимаю, что это гадать на кофейной гуще, но когда у нас получится погулять по Крещатику и попить львовского крафтового пива? Очень хочется, чтобы скорее, но я не знаю. Я думаю, что впереди тяжелые, месяцы. Не недельные, а месяцы. Но я буду очень счастлив, если я ошибаюсь. И я буду очень рад вас увидеть в Киеве, на мирном Крещатике. Приезжайте. Мы очень любим гостей из Латвии. Мы вообще любим гостей, мы любим людей. Мы очень гостеприимная страна. И очень больно то, что с нами сейчас происходит. Последний вопрос вам задам. Когда и над чем вы последний раз громко смеялись? О, я смеюсь каждый день. Сегодня я смеялся над ЛДПР, депутатами, которые сказали, что Украина экспериментировала с рукокрылыми грызунами. Они сначала сказали крыло руками, по-моему, рукокрылыми. В деле распространения пандемии коронавируса последние несколько лет проявляется, обнаруживается четко украинский след. Именно распространение ковида, всех инфекций SARS на всевозможном виде перепончато крылых, рукокрылых, летучих мышей, грызунов. И у меня появилась первая же сетата, что они головожопые. И вот я это сказал и сам посмеялся. И это я за день смеюсь часто. Я этого не стесняюсь. Мы смеемся, шутим. Но это жизнь. Ты не можешь... Я вам скажу, что самый тяжелый день был за все эти четыре недели, которые будут завтра. Как-то был день один, когда я все время в движении, вы спрашивали, что я делаю, я все время в какой-то работе. А потом наступил один день, был комендантский час в Киеве, не было моих смен. Как-то так сложилось, что у меня было полдня практически свободно. Честно говоря, это был самый худший день. Вчера, видимо, вы смеялись над стихами Кадырова, да? И не нравится артистам мой большой и мощный Дон, побежали все как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляжам за спасительный кордон. Научу вас муховляша дивной песенкой Дин-Дон. О, это было очень смешно. Это было просто истинно. Да, это я смеялся, это действительно смешная история. Он, ну, это какое-то... Вообще, я вам скажу, что я не понимаю, вообще, я не понимаю, как вообще они могли опуститься до такого. То есть, вот я каждый раз мне кажется, что это невозможно уже. Это же какой-то просто сюр и каждый раз они пробивают это дно. Вот теперь там рукокрылые, биологические лаборатории, птицы, которых украинцы заражали вирусами, Кадыров, который читает какие-то стихи. Это просто все это какой-то как, ну, бред сумасшедшего. Вот все вместе это бред сумасшедшего. А это все есть в нашей жизни и ты каждый раз этому поражаешься. Нет, Кадыров это очень смешной персонаж. Тикток-воин. Ну, в общем, да. Спасибо вам большое, что уделили время. Спасибо вам. Спасибо, Палдис. Палдис, да. Дякую. Спасибо. Привет, Риги. Желаю мира вам. Желаю, чтобы весь этот нацизм остановился уже. Тарас так сложилось, что у нас началось. Ну, как продолжилось. И такое произвело. Но, чтобы уже здесь оно и закончилось. Я очень не хочу, чтобы оно куда-то пошло дальше.